Так, тут Елизавета Туктамышева выложила видео с двумя акселями, таким образом высомнила федерацию, говорит мол, теперь будете жалеть, что меня не взяли. Но дело-то в том, что одно дело на тренировке, другое дело на соревновании. У нее один тройной аксель через раз. В короткой, например, падение было, в произвольной она еле сделала, с небольшой помаркой. А тут она угрожает, что 2 вставит. Не, ну молодец конечно, я и до этого говорил, что в целом надо ее брать, по стабильности она все равно выигрывает. Но видимо федерацию не убедил фактор компонентов. Что даже Аня Погорелая Невская сказала, что у Туктамышева это толком вообще не программа. Так что если бы ДКБ, если бы она добралась на мир, если она приземлит там и так далее, если она дальше все чисто откатает, по крайней мере сейчас на Туктамышева ничего не давит. А вот Медведева, после такой шумихи давления, да и в целом она нестабильна в этом сезоне, если все это сложить, как она выступит на чемпионате мира. Тут она думаю понимает, что если будет результат плохой, в общем лучше, чтобы плохого результата не было. Да и вообще все эти пять фигуристок, Загитова, Самодурова, Медведева, Константинова, Туктамышева, далеко не факт, что в следующем сезоне для кого-то из них найдется место. Если уже в этом сезоне взрослый чемпионат России вы сами знаете как закончился. Поэтому конечно лучше, чтобы фигуристки его закончили на мажорной ноте. Кто из них, но это уже вопрос второй. Возьмут медали или не возьмут, это тоже не важно. Главное, чтобы две фигуристки с суммой своих мест уместились в цифру 13. Ну а остальное будет просто приятный бонус.